Пышные платья, звуки вальса и плавные движения. В Российском государственном университете туризма и сервиса прошел праздничный весенний бал. Его организовали в честь 120-летия храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Черкизова. Это важное событие для всего поселка и особенно для всех учебных заведений, которые здесь есть, потому что студенты здесь учатся и они должны знать историю той земли, где они получили свое основное образование, получили путевку в жизнь. Инициативу провести подобное мероприятие проявил настоятель Покровского храма Иерей Михаил Штец. Он является частым гостем в Ругутисе. Неоднократно проводил беседы со студентами, организовал для них экскурсии в храм. Поэтому его задумку о проведении бала сразу поддержали в университете. Мы достаточно долго готовились к этому, потому что мы продумывали концепцию, ребята готовили номера и делали прогоны. В общем-то это непростое дело, как и любое начинание мероприятия, но я думаю о том, что у нас получится и мы сделаем этот весенний бал традиционный. Университет в этот день наполняли звуки вальсов, акстрота, польки, русских песен. Студенты, преподаватели и школьники округа подготовили танцевальные номера. Так как в Ругутисе среди желающих прийти на бал были в основном девушки, то им пары подбирали в Московском университете Министерство внутренних дел имени Кикатя. Почетным гостем стал иерей Василий Ковальчук, благочинный церквей Пушкинского округа. Он сказал слова напутствия. Покровский храм имеет богатую историю. Несмотря на разные события, он никогда не закрывался за все 120 лет, а когда-то в его церковном хоре пел сам Федор Шаляпин и знаменитые солисты Большого театра. Историю храма представили на тематической выставке в фойе университета. Там были архивные фотографии, а также работы местных художников. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Продолжение следует.